Итак, Балтичес и Барс 1988 меня игнорируют, поэтому я принимаю вызов Мехмата. Итак, здравствуйте Мехмат, ну что, Российская Федерация, Ленинские горы, Московский университет. Хотя Мехматы бывают не только там, да? Так, кольца-то и надо сыграть, конечно, так, так, так. Но меня все не отпускает предыдущая партия, я такое качество, понимаете, отжертвовал, так давил на соперника, уже практически выиграл партию, а потом не только зевнул пешком на сетей, но еще и время просрочил. Это, конечно, позор на мою седую голову, она действительно седая, но это блиц, друзья мои. Тут, что называется, в стране орлов не щелкай клювом. Ну вот я, что называется, прощелкал. А на доске у нас сейчас совершенно обычный стандартный Карлсбат. Ферзевый гамбит, Карлсбат, очень известная структура, в которой, конечно же, собаку съели не только теоретики, но и многие обычные любители шахмат. Здесь крайне сложно придумать что-то новенькое. Вот, и я не буду ничего придумать, я буду играть обычные шахматы, и надеюсь, что мне удастся здесь сыграть хорошо. Аж-6, кстати, ну, немножко нестандартный ход, просто, если уж играть аж-6, это обычно делают раньше. Но в данной ситуации я не уверен, что ход аж-7, аж-6, он полезный для черных. Ну и попробую сейчас это доказать. Доказательства, как говорится, последуют. Вот, я просто делаю ход Т-0. Вот я специально заранее показываю, что я хочу пешку на G5 подвинуть, и использовать пешку аж-6 как зацепочку для моих агрессивных действий. Ну, посмотрим, может быть... Да-да-да, вот-вот, я понимаю, что соперник сейчас будет меня здесь третировать, терроризировать, ну и вообще всячески огорчать. А я его буду огорчать в ответ. Вот сейчас я собираюсь просто-напросто выиграть качество. Да, вот, причем соперник мне решил не препятствовать. Я выиграю качество, ну и хорошо. Вот и прекрасно, качество выиграно. Но при этом нельзя не отдать должное сопернику, он демонстрирует потрясающее совершенно хладнокровие, Ну, хорошо, раз ну и что, ну, значит, так и будем работать. Так. Посмотрим, что будет дальше. Ну, я хочу ладья G1, G5, ну и так далее, как-то мотовать. Вот, ну, видно, что наша МГУшная школа, да, играем быстро, играем хлестко, да, играем живенько. Ну, хорошо, давайте играть живенько, но ничего страшного. Так. Ну, кстати, ход G4, казалось-то, вообще не пришей собаке хвост, непонятно, зачем он нужен. Да, ход-то вообще неправильный. Но с другой делом, что я пешку на G5 успел слопать. А я шахматист прожорливый, я ни от кого не скрываю, что хочу много и вкусно есть. И именно этим я занимаюсь по ходу своей шахматной карьеры. Так. Ну что, слон висит? Слон подвисает. Я понимаю, что по белым полям ученых может быть определенная инициатива, но вот с этой инициативой будем постепенно каким-то образом бороться. Так. Ох, тут какие ходы предлагают. Слон D3. Нет, друзья мои, я побью на D3. Вот, кстати, чтобы этот слон не шалил, я сейчас собираюсь сразу же быстренько съесть этого слона. Можно, да? Потому что вот этот белопольный слон, он действительно ужасно опасный. Его надо... Ой, как можно быстрее есть. Как можно быстрее есть, чтобы он тут, понимаете, не отсвечивал. И этого слона. Вот, чем меньше слонов у соперника, тем больше слонов у меня. И коней будем потом потихонечку отгонять. Вот, чтобы их было просто-напросто. Чтобы они были не так активны. Вот сейчас я успокоился. Сейчас мне кажется, что у белых совершенно хорошей позиции. Я собираюсь просто-напросто сам матовать, в свою очередь. Отсколка коня с F5, с C5 я не опасаюсь. Да, ну вот видите, что Мехмат проиграл. Ну, спасибо. Но игра была такая бодрая, живая. Спасибо вам большое. И, что называется, МГУ forever. То есть, навсегда.